Сегодня на Центральной площади состоится торжественное открытие Светомузыкального фонтана. Об этом и не только вы узнаете буквально через несколько минут. Здравствуйте! В эфире программа «Объектив», а сейчас коротко о том, что еще вы увидите сегодня в нашем выпуске. О ЕГЭ, Сабантуе и летнем отдыхе детей. Также будут работать с палаточного лагеря военно-патриотического свидания Родины. Что еще обсуждали на городской планерке? Не справился с управлением и вылетел в Кювет. В Бугульминском районе в ДТП погиб 44-летний водитель. Умные, выносливые и спортивные. Желаю высоких результатов, не меньше, чем в Бразильской Олимпиаде. На 50-й спартакиаде геофизиков поставлены новые рекорды. Сегодня в Международный день защиты детей в 20 часов 30 минут на площади Ленина состоится торжественное открытие Светомузыкального фонтана. На строительство объекта было выделено 25 миллионов рублей из бюджета республики. Напомним, эпопея со стройкой фонтана берет свое начало в 2015 году. Презентовать новинку обещали к 70-летию Великой Победы. Но затем сроки сдачи объекта в эксплуатацию и вовсе отложили на неопределенный срок. За длительное время строительства поменялся и подрядчик. Но в итоге основные работы были поручены компанией «Жилсервис». Она же уложила брусчатку и новый асфальт в пешеходной зоне. По словам архитекторов, аналогов новому фонтану в городах юго-востока Татарстана пока нет. Для обеспечения бесперебойной работы конструкцию оснастили мощной насосной станцией и электрооборудованием. Бегущая по трубам вода будет поступать из городского колодца прямиком в сложный механизм. Центральная струя воды будет достигать высоты 18 метров. А вот еще один грандиозный проект только начинает обретать свои черты. В Бугульме полным ходом идет реконструкция центрального водоема. Сегодня в рамках рабочего визита его посетила Наталья Фишман. Именно ее командой был разработан данный проект. Не так давно горожане имели возможность самостоятельно решить, каким они хотят видеть городской водоем. Так в центральной зоне планируется возвести амфитеатр, причал и прокат лодок. Претерпят изменения и излюбленное место молодоженов Бугульминский мост. В целом же территорию водоема пообещали не перегружать парковочными местами и спортивными объектами, а сохранить и подчеркнуть красоту водной стихии. Впрочем, местные власти сегодня беспокоят не только состояние инфраструктуры города. Обсуждаемых тем на еженедельной планерке в этот раз было достаточно. ЕГЭ, предстоящий сабантуй и качественный летний отдых детей. О чем еще говорили, узнаете далее. Прозвенел последний звонок для 1400 выпускников 9-11 классов Бугульмы. Уже сданы ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку. В этом году помимо обязательных предметов русский язык, для выпускников основной школы обязательно должны быть еще сданы минимум два предмета по кругу. Вот дети сдавали общество знаний, химию, литературу и информатику. Тем, кому все это предстоит в будущем, сегодня наслаждаются летним отдыхом. Более 3,5 тысяч юных бугульминцев отдохнут в оздоровительных лагерях нашего города. Все учреждения прошли проверку и получили разрешение надзорных органов, территориальных отделов Роспотребнадзора и МЧС. Примут детей летом 2016 года, базу отдыха имени Губина, лагеря «Сосновка» и «Салют», а также санаторий-профилакторий «Вита». Также будут работать палаточные лагеря военно-патриотического свидания Родина. Тритон – это будет осуществляться сплав по реке Белое и палаточные лагеря «Цикар» в Краснодарском крае гора Фишка. Подвели итоги республиканского экологического двухмесячника по санитарной очистке территории. За это время в Бугульминском районе выявлено 84 несанкционированные свалки, 75 из них ликвидированы. Всего было вывезено 34 тысячи кубометров мусора. Тема благоустройства города в своем докладе продолжил начальник отдела административно-технической инспекции исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Рамель Сабитов. За период с 5 ноября по 20 мая отделом проведены массовые проверки торговых объектов организации всех форм собственности, образовательных учреждений, управляющих компаний и так далее. По результатам провели большинство предприятий, осуществляющих торговли, привели надлежащие их документацию, организующую их работу. Паспорт, средства наружной информации, документацию, подтверждающую выводную статизацию твердых бодровых отходов и так далее. В последние дни мая во многих сельских поселениях района прошел национальный праздник Сабантуй. 3 июня Сабантуй отметят в Карабаше, 4 июня в Бугульме. Для горожан и гостей праздника будут организованы веселые старты и специальная детская площадка, а также спортивные состязания, традиционные народные игры и, конечно, скачки. В ходе совещания стало также известно, что за поддержку талантливой молодежи и развитие системы образования Бугульминский район получил благодарственное письмо президента Республики Татарстан. Но если качество образования позволяет нашему району держаться в лидерах, то оснащенность городских детских площадок оставляет желать лучшего. Наша съемочная группа побывала на нескольких из них. Оцените состояние детских площадок нашего города и вы. Редактор субтитров А.Семкин А теперь к последним сводкам ГИБДД. Лед растаял, январские метели тоже позади, но ДТП в районе происходит с пугающей регулярностью. Так, несколько дней назад в ДТП погиб 44-летний житель Ознакаева. Трагедия произошла недалеко от деревни Ростовка Бугульминского района. По предварительным данным, мужчина, сидевший за рулем иномарки, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Минувшие выходные в Сосновке были жаркими. Два дня подряд там соревновались спортсмены из разных регионов России. Сотрудники одной из самых крупных компаний нашего города ТНГ Групп съехались в Бугульму, чтобы принять участие в 50-й спартакиаде геофизиков. ТНГ «Ленская» стала участником одного из самых грандиозных проектов России последних лет – освоению чайдинского месторождения. Юбилейная спартакиада ТНГ Групп собрала в Сосновке более 500 участников из разных городов и регионов. Геофизики из Ижевска, Казани, Альметьевска, Нурлата, а также Красноярского края, Иркутской области, Республики Коми с особой гордостью представляли свои предприятия подразделения ТНГ Групп. ТНГ «Универсал» – самое новаторское предприятие ТНГ Групп. Здесь не только отбиваются новые производства, но и обхватываются самые передовые методики арбитизации. Особого почета были удостоены ветераны спорта, на счету каждого из которых немало призовых мест. Их спортивные и трудовые победы из года в год становятся примером для молодежи. Юбилейная спартакиада, и мне 50 лет, это мне вдвойне приятно, и я даже как-то прослезился. По гиревому спорту сначала выступал, занимал первые, вторые, третьи места на протяжении 14 лет, сколько я участвую. И также зимние спартакиады, я в плавании тоже свыше 40 лет, я занимал призовые места. Став настоящим праздником, 50-й спартакиады ТНГ Групп превзошла все ожидания. Два возрастных состава детского футбольного клуба ТНГ, созданного при поддержке геофизиков, приветствовали шефов с особым старанием. Накануне ребята отличились в нескольких играх регионального уровня. Изящные представительницы школы акробатики и динамичные каратисты Кикусинкай – одно из самых трудных и жестких разновидностей карате. Все вдохновляли участников спартакиады на красивые победы. Геофизики всегда большое внимание обращали на развитие спорта, на здоровый образ жизни. Желаю высоких результатов, не меньше, чем в Бразильской Олимпиаде, а болельщикам бразильских страстей. Гиревой спорт, армспорт, городки, волейбол – 11 команд. Два дня подряд оспаривали лидерство в 11 дисциплинах. Настрой игроков передавался и болельщикам. Они, в свою очередь, проявляли чудеса инициативы и коллективного творчества. Эстафету праздничной спартакиады замыкали руководители подразделений. Это нововведение вызвало большой интерес зрителей и отклик среди самих героев беговой дорожки. Давай, давай, Сахимыч, молодец! Хотя не очень легко, но было интересно пробежаться, стряхнуть стариной. Интерес и даже азарт был в глазах каждого руководителя. И неудивительно, ведь у каждого были свои победы в спорте, свои спартакиады. Был яростным болельщиком, скажем так. Мы периодически в полевых партиях проводили такие же мероприятия. Достаточно все весело проходило, здорово, интересно. Молодежь, как обычно, мы участвовали в этих соревнованиях. Я пришел со своей семьей, с маленькой дочкой. Она расплакалась, когда я не занял первое место. Ну, то есть, сначала-то я рванул, вроде хорошо, впереди, но потом уже года все-таки сказались. Я стал главным инженером Казан-Геофизики. Собрал где-то там 7-8 мужчин. И мы приехали, играли в волейбол. Ну, тогда у нас команда волейбольная была, я сам играл в волейбол. Между волейболом и футболом мы бегали. Ну, конечно, проиграли все игры. Были и в числе призеров спартакиады. Один год, это, по-моему, был 2007 год, наша команда была победителем. Традиция сохраняется, традиция очень хорошая. И я надеюсь, они продолжатся на многие годы. Параллельно со взрослой шла первая детская спартакиада. Ее организовали, по примеру, взрослые. И здесь тоже разгорались нешуточные страсти. Ребята поддерживали друг друга, но каждый стремился только к победе. Вместе сделали первую детскую спартакиаду. Поэтому, я думаю, эта замечательная традиция с согласием наших родителей будет продолжена и на следующий год. Будущих геофизиков за успехи в спорте награждали представители руководства компании. Эмоции зашкаливали, даже на пьедестале почета. Медали и грамоты лились рекой. Мне очень понравилось. Заняла два первых места, одно второе. Правда, одна медаль отсвечивает золотая. Я думала, что у меня три первых. Это моя первая эстафета. Бег. Поскольку я открывала концерт, мне понравилось и танцевать, прыгать, бегать. И все, что мы тут делали, мне понравилось. Спартакиада у взрослых, между тем, была в самом разгаре. Год назад в ее программу были включены большой теннис и национальная борьба Куреш. Известные в Бугольме теннисист Фарид Газизулин и Аскар Сафин, неоднократный Батыр Сабантуя, стали судьями в этих видах спорта. И им, несмотря на профессионализм, было жарко. Со зрелищностью схваток на ковре мало что могло сравниться. Спортсмены выкладывались максимально. Конечно, вышел желанием, чтобы победить, хотя бы пройти два круга. Ну, конечно, о победе тоже думаю. Соперников нельзя недооценивать. Каждый соперник сам по себе уникален. Кульминацией на футбольном поле стала встреча команд ТНГ «Геосейс» и сборная АУП ЦГ и НТУ, которая едва ли не полностью состояла из любителей футбола экспедиции «Геонавигация». Равным соперникам судья волевым решением назначил пенальти. И мяч в воротах не заставил себя долго ждать. Победители оказались настолько эмоциональными, что тут же вознесли своего вратаря до небес. Впрочем, на команду он был совсем не в обиде. Был напряженный матч, наши переживали ребята, но, конечно, вышло все пенальти. Ну и пенальти – это как лотерея, чистое везение. Я считаю, что мне повезло. У них вратарь тоже очень хорошая. Лучшие из лучших, но абсолютно разные в весовом диапазоне боролись за первенство в перетягивании каната. А потому исход борьбы был предрешен. Богатыри ТНГ «Геосейс» – безоговорочные лидеры в этом виде спорта вот уже несколько лет. На церемонии награждения были отмечены успехи каждого. Награды вручались и в личном зачете, и в командном. Искры счастливых глаз призеров и победителей, пожалуй, смогли бы разжечь олимпийский огонь. Лучшими же по итогам зимнего и летнего этапов спорта Киады стали представители ТНГ «Алгиз». Очень долго к этому готовились. Буквально, ну, начиная с той, наверное, летней, 15-го года спорта Киады. Ну, кого выделить? Нургалиев Ленар закрыл несколько видов спорта. Хафизов Розяб, девчата Тимяшкина Катерина, Яковлева Женя. Ну, вся команда. 37 человек мы привезли. Все молодцы. Выложились без остатка. Юбилейная спорта Киады геофизиков удалась на славу, но организаторам не время почивать на лаврах. Следующая, 51-я, уже не за горами. Это были новости нашего города. Все самое интересное и актуальное смотрите в программе «Объектив» в понедельник и в среду в 20.00, а также в группе ВКонтакте «Бугульма-Медиа». Не пропустите выходы в эфир информации о нашем городе в начале каждого часа ежедневно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин